Во-первых, я хочу сказать, и это не для красного словца, Испания это моя любимая страна, потому что я объездил все страны Европы, кроме Швеции и Норвегии. У меня есть два белых пятна, во остальных странах я был, в таких даже как Андорра, Лихтенштейн, Люксембург, даже в маленьких, в карликовых. Но Испания, я не знаю почему, но Испания каким-то образом для меня очень какой-то имеет, во-первых, свой цвет, цвет, звук, какую-то свою ментальность, которая очень близка мне. Испанцы очень близки, мне кажется, нам по некоторым характерным особенностям. Мне кажется, мы смотрим как-то в одну сторону, то есть они смеются и реагируют на наши шутки. Я в последнее время начинаю увлекаться испанским языком, мне нравятся и, значит, испанские песни, безусловно. Мне и всю жизнь нравился Хулио Иглесиос, да, и многие испанские певцы, а сейчас еще все больше и в большей степени. И поэтому, значит, огромное удовольствие находиться, конечно, в Испании, но еще очень важно, хочется сказать, что Испания огромная страна. Ну, мне вот Коста-Бланка почему-то вот полюбилась больше всего. Я был и в Барселоне, я был в Варет-де-Мар, я был на границе с Францией, я был и в Марбее был, и в Тормалина, с Бенан-Мадана, Михас. И так могу перечислять очень много населенных пунктов, в которых я был. Но вот Коста-Бланка и вот этот район Алтея, Дения, Бенедорум, Таревьеха, это вот что-то уже такое для меня очень родное, близкое. И в эти места хочется приезжать, хочется встречаться здесь, у меня очень много друзей, встречаться с друзьями, разделять с ними, естественно, праздники, вместе встречать праздники. И по большому счету, наверное, это то место, где мне хотелось бы встретить свою старость. Как это не печально звучит, не будем загадывать, потому что у меня еще очень много различных направлений деятельности, работы и в России, и не только в России. Но здесь мне хорошо, хорошо летом, зимой, осенью, весной, неважно. Я был во все времена года здесь, и мне здесь очень нравится. Очень нравится, еще раз говорю, погода, природа, экология, люди. И вот то, что мы сейчас находимся в этом намоленном месте, мне тоже очень нравится, потому что именно здесь, в Алтее, находится самый красивый, считай, на побережье православный храм. Я думаю, что мы его покажете зрителям. Это самый красивый храм, наверное, на побережье, а может быть и вообще в Испании, наверное, а может быть в Южной Европе, не знаю. Потому что я видел много храмов. Я видел в Берлине православный храм, я видел в Баден-Бадене, в Ницце. Но вот в этом храме, он же деревянный, он очень старорусский, он такой намоленный. И в нем какая-то есть характерная такая особенность и ментальность, которая заставляет сразу, когда ты приходишь к нему, заставляет как-то себя почувствовать здесь очень дома. Здесь он такой близкий какой-то. И здесь и люди, которые здесь его, и батюшка Ярослав, и люди близкие к батюшке, они какие-то очень близкие люди, и с ними очень легко просто общаться. И это очень тоже на правильную, настраивает на правильную какую-то вот ноту. Поэтому я хочу пожелать этому храму и всех людей, которые населяют этот храм долгих лет жизни, счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И я надеюсь, что мы обязательно еще будем встречаться и не только на праздники, а будем и в простые дни, и на Пасху, и на Новый год встречаться. И в этом храме, я думаю, что еще прозвучат очень, я думаю, что и песни, и стихи, и очень много творчества будет в этом храме, потому что он, этот храм, провоцирует на это. Потому что он создает определенную какую-то ментальность, которая вот меня окрыляет. Когда я вот побываю в Алтее, помолюсь в этом храме, уезжаю потом в Россию, у меня, я чувствую, как будто у меня за спиной ворот стоят крылышки. Это очень важное ощущение. Поэтому я этого ощущения желаю всем, всем-всем прихожанам этого храма. Счастья, здоровья, успехов. С праздником вас!